Приветствую вас. Если говорить именно о методиках, то я, пожалуй, вот в том, что касается именно методик, я оставлю это на конец своего ответа. По методикам нужно будет довольно-таки конкретно вам сказать. Я же хотел бы сейчас разобрать то, что вы написали, постараться как-то лучше вас понять, и начну я, пожалуй, с того, что ваш вопрос и ваша ситуация в целом, она мне показалась знакома. Может быть, вы уже задавали вопрос, связанный с молодым человеком, который работает в школе и вы живете в Великобритании. Не помню. Может быть. Итак, мне 32 года. Интересно, что вы начали с возраста. То есть возраст это, видимо, то, что вас сейчас волнует, либо какая-то такая основная или одна из основных категорий, которыми вы оперируете при идентификации личности человека. Соответственно, хотелось бы сразу узнать, как вы относитесь к своему возрасту, как вы его воспринимаете, воспринимаете ли вы полностью его, воспринимаете ли вы его трагитивно, воспринимаете ли вы его конструктивно или наоборот. Вам кажется, что ваш возраст это уже довольно тревожное что-то и негативное. Значит, я активная, пишите вы, увлеченная, чем увлеченная, общительная, уверенная личность. Ну, вы знаете, я бы здесь вас поправил. Я бы хотел сказать, что скорее вы увлеченный, уверенный в себе индивид. Это да, но не личность. Потому что личность это немножко другая категория. Также я люблю помечтать, просто побыть одной, подумать, отдохнуть, дополнить себя чистой энергией. Ну, в принципе, то, что я читаю, мне импонирует. Кроме только того, что вы как замечаете общительность и то, что любите побыть одна. То есть, если вы общительны, то вы общительны для чего-то. Ну, то есть, вы с мужчинами, например, или просто с людьми общаясь, вы, наверное, достигаете каких-то целей с ними. То есть, вы общаетесь, потому что вам нравится общаться с ними. И, соответственно, вот то, ради чего вы общаетесь с мужчинами и вообще с людьми, вот то, ради чего вы это делаете. Ну, я бы сказал, нуждается, возможно, в близком рассмотрении. Почему? Почему так? Да, я поясню, почему так. Дело в том, что если вы общаетесь, то вам это нужно. Ну, вероятнее всего. Вероятнее всего, вам это нужно. Вот. А что именно нужно? Вопрос. Вот что конкретно вам нужно, понимаете? Мне думается, что это такой, ну, достаточно важный момент. Потому что, если это не определить, то вам будет сложно коррелировать то, что вы хотите, например, общаться и то, что вы можете быть одна. Да. Я, конечно, не хочу сказать, что вы обязательно как-то вот имеете проблемы здесь. Но, тем не менее, заострить внимание на этом я считаю правильным. Далее. Чистая энергия, говорите вы. Чистая энергия это что? Ну, то есть, как вы? Воспринимаете ее? То есть, вы верите во что-то? Или вы считаете, что энергия действительно как-то влияет на человека, например? То есть, вот здесь, мне кажется, тоже нужно понять. Мне кажется, что здесь тоже нужно решить, почему вы любите помочь одна. Если помечтать, то это, конечно, здорово, если вы любите помечтать, если вы хотите мечтать, это здорово. Но, если что-то другое, если с чем-то другим у вас связано, вот, подобное поведение, то, опять же, это нужно разобрать. Странно, что здесь, ну, здесь довольно противоречивые вещи, как вы уже поняли, надеюсь, из моего ответа имеются. Вот. Вы пишите, что с мужчинами предпочитаю общение без задней мысли. Да. И вот здесь тоже интересный момент. Вы говорите, без задней мысли, женские разговоры и штучка меня совсем не интересует. Ну, давайте попробуем разобраться с этим. Надеюсь, во-первых, почему и как проявляются задние мысли. Это очень важно. Потому что это слабое ощущение, что вы, вы знаете, с таким предупреждением относитесь к тому, как протекает общение с мужчинами. Ну, если человек, если вы говорите, что без задней мысли, значит, был уже когда-то, возможно, намек на это. Был намек на эти самые задние мысли. Кроме того, вы говорите о том, что вас не интересуют женские штучки. Это тоже довольно такой характерный, я бы сказал, я бы сказал, момент. Почему характерный. Потому что, смотрите. Что такое женские штучки? Женские штучки – это женственность. И получается так, что либо у вас проблема с женственностью, либо вы не уверены в себе, как женщина. Опять. То есть, как личности вы в себе уверены, как женщина – нет. Я, конечно, могу ошибаться, безусловно, в этом. Но мне все же хотелось бы, чтобы вы на этом тоже заостряли внимание. Как так вышло, что все женское вам чуждо? Это же не совсем правильно. Надеюсь, вы это понимаете. Далее. Значит так. Всю друг свою жизнь вместо шопинска и вылазки с подругами на бокал вина предпочитала вылазку в горы, костер и палатки. Но, опять же, это здорово, что так есть. Здорово, что так есть. Но проблема немножко в другом. Проблема в том, что вот эти женские штучки, они, ну, как бы, нужны. Они нужны. Женщины нужны. И если их нет, значит, чем-то это компенсируется. Либо вы считаете себя недостойным этого, и тогда момент почему. Либо есть какие-то еще аспекты, о которых вы здесь не написали, которые заставили вас вот так, значит, себя позиционировать. Далее. Значит. Недавно я развелась. У меня есть детки, и все вылазки я осуществляю с ними. Они всегда со мной. Так. Ну, вот. Вы бежите о том, что развелись. Развод это серьезно. Развод это драматично, как правило. И, собственно, сразу к вам вопрос возникает. Почему развелись? В чем причина развода? Как вы его пережили? Или переживаете ли до сих пор развод? Соответственно, понимаете ли вы причины, по которым вы развелись? Это на самом деле очень важно, потому что если вы не видите причин, по которым вы развелись, то очень может быть, что будет проблема. Будет проблема с мужчиной. По тем же аспектам, по которым вы развелись со своим мужем. И если вы этого не хотите, то надо бы разобрать, почему развелись в терапии. Вот. Ну, что касается детей, то здесь, конечно, ситуация довольно такая неоднозначная, на мой взгляд. Ну, то есть, зачем вы таскаете детей с собой, то есть, для чего вы это делаете, да? Почему дети ваши, например, не могут там побыть, допустим, с няней или с кем-то еще. Причем, опять же, чем обусловлен ваш выбор? Мне важно именно это, чем обусловлен ваш выбор. То есть, если это, например, компенсация чего-то, ну, опять же, не важно чего, да? То есть, компенсация, например, может быть, вы испытываете чувство вины перед детьми, допустим, своими, за то, что там, ну, развелись, например, вот. Или что-то еще, какие-то еще моменты, ну, вот, то, опять же, это все вам аукается именно, именно, вот, в том, как вы себя ведете. И это все вам аукается, опять же, в том, как вы позиционируетесь для себя с детьми и с мужчиной тоже. Далее. Личного общения сейчас очень мало, я стал более зажатый, не могу делать то, что нравится одна, нет возможности. Ну и вот здесь, как бы, момент. Вы не можете, получается, детей оставить с кем-то. Вы не можете оставить детей с кем-то. Вам необходимо их, ну, все время с собой. То есть, что это? Гиперопека, привязанность излишняя, да, вот, понимаете? То есть, вы, вы ради детей жертвуете всем. А, в общем-то, так быть не должно. Ради детей жертвовать не нужно ничем. В том числе и своей свободой. В принципе, это не так важно, но мне это мешает. Ну, вот, опять же, здесь вы, как бы, смотрите, здесь вы, как бы, обесцениваете себя немного. Ну, как вот мне это видится, кажется. То есть, вы говорите, что, вот, для меня это важно, для меня это важно, говорите вы. Но при этом берете и обесцениваете, то есть, говорите, ну, в принципе, в принципе, это не так важно, я это могу пережить, пережить, да. Вот. То есть, мне, мне не кажется, что это правильно, потому что нельзя обесценивать себя. Так что, это вот тот же момент, почему вы принижаете то, что для вас значило, значило. Ну, пожалуйста, попробуйте на эту тему тоже подумать, как следует. Далее. Личного общения сейчас очень мало, но это нормально, потому что дети сидят на вас, получается. В принципе, так, единственное, что могу позволить, это общение онлайн. Но у мужчин, которые на меня обращают внимание, только одна мысль встретится в реале и их переспать. Высшие темы не до лампочки. Ну, в онлайне, как правило, люди-то и находятся такого типа, что им общение не нужно, их это не интересует. В онлайне, как раз, такие люди сидят, у которых, ну, у которых только одно на уме. И я думаю, что несколько странно ожидать от людей, которые в онлайне, несколько странно ожидать от них того, что они будут с вами общаться на высшие темы. А если и будут общаться, да, на высшие темы, то именно в интернете это будет выглядеть, ну, довольно-таки подозрительно. В любом случае. В любом случае. Поэтому здесь, я думаю, вам уже нужно решить для себя, с какой целью вы общаетесь с мужчинами. И какие мужчины конкретно вам нужны и интересны. Ну, вот, я не говорю пока про того человека, с которым вы сейчас встречаетесь, потому что это, ну, это немножко другая тема. Я пока просто говорю, вот, о том, что есть, да, о том, что я вижу. Ну, вот. Вы говорите, что меня это не интересует, такое общение просто надоело. Надоело, достались, что называется, пытаясь закрыться, но ненадолго хватает, так как по природе я открыто и общительно. Ага, смотрите, ну, вот здесь у вас есть явная потребность в общении. То есть вам нужно общаться. Вам нужно общаться, вы этого хотите, вы хотите общения, оно вам для чего-то нужно. Ну, то есть, по сути, то, о чем я говорил. То есть вам нужно для чего-то, для чего-то вот общение вам нужно. Для чего-то. И весь вопрос в том, для чего. Знаете, это вот как раз то самое, то самое, о чем я говорил в самом начале, что, с одной стороны, вы хотите общаться для чего-то. А с другой стороны, вы говорите, что, мне нужно еще и, там, передышком, мне еще нужно отдыхать, мне еще нужно, там, как-то вот, ну, набираться энергии. То есть, что интересно, набираясь энергии, пытаясь набраться энергии, или скажем даже так, нуждаясь в энергии, вы, получается, расходуете ее в общении с людьми. Если вы расходуете энергию в общении с людьми, значит, ситуация такова. Что вы не совсем верно выстраиваете свои взаимодействия с ними, с людьми, получается. То есть, вы либо действуете себе во вред, в этом случае, либо выбираете людей, которые вам не подходят, но с которыми вы общаетесь просто потому что. То есть, потому что, без каких-либо, скажем так, оснований, я не смотрю на то, что вы общительны. То есть, общительность, это всегда признак. Общительность, это признак экстраверта. Экстраверта, это человек, который ориентирован на внешность. Но у вас основное противоречие в том, что вы нуждаетесь и в изотестве, то есть, в подпитке. Сейчас я влюблена. Ты Батя Жейна? Отлично, замечательно, ты Батя Жейна. Человек пытается наладить контакт, смотрит, улыбается, шутит. Ну, хорошо. Стоп, смотрит, улыбается и шутит. Вы скажите другое. Скажите другое. У вас, вот кроме него, еще есть кто-нибудь, чтобы, ну, чтобы можно было сравнить, например. Чтобы можно было сравнить его поведение и поведение другого мужчины. То, что вы влюблены, это прекрасно на самом деле. Это здорово, что вы влюблены. Правда. Это великолепно, что вы влюблены. А я хотел бы сказать, ну, другое чуть-чуть. Что, поскольку вы с ним не вместе еще, поскольку вы с ним еще не вместе, то нужно, чтобы он на вами ухаживал. Да, нужно, чтобы он проявлял какую-то свою активность. Правильно? Либо, чтобы вы это делали. Но тогда, ну, и учитывать, что все. Делая это и реализовывая свою активность, вы мужчину приучиваете к тому, чтобы он сам инициативы проявлял меньше. Вот. Ну, это, естественно, ваше, это ваше право. Это ваш выбор. Я ни в коем случае его не оцениваю, не обсуждаю. Вот. Вы поступаете так, как вам хочется. Это ваше право. Далее. Значит. Все это люди, люди, мы наедине не встречаемся. Ваше. А как вы поняли тогда, что в кого вы влюбились? Вот. Понимаете, в кого вы влюбились, если вы наедине не встречались с ним? Как вы могли влюбиться в человека, если вы не видели его? Если вы не общались с ним? Если вы не взаимодействовали с ним? По сути. Один на один. Один на один, как я понял. Так о чем можно говорить тогда? Знаете. Не, настроили ли вы себе иллюзии? Ээээ... Иллюзии, я же не имею в виду. Именно в плане того. того, что, ну вот, напридумывали себе в общем. Вопрос-то у меня именно в этом заключается. Как можно, как можно влюбиться в того, с кем вы, по сути, не были еще вместе и вы этого человека не знаете? Я не думаю, что это хорошее подспорье для отношений. Вот, серьезно. Вы не терапитесь? Вы не терапитесь человеком все-таки побыть именно один на один, чтобы понять, как бы, да, вообще тот человек или нет? Там, потому что, если этот человек не тот, а мне кажется, что, ну, не тот, да, может быть, и тот, но другой момент, что, может быть, вам он не подходит, потому что вы его еще не знаете, а у него успели влюбиться. Вы же не отчаялись, а у него успели ему и симпатию почувствовать, да, и вот всякое такое прочее. На мой взгляд, это поспешность, поспешность. И опять же, опять же, поспешность эта, она имеет причины под собой. В данном случае, поспешность, скорее всего, продиктована вашими желаниями. Опять же, опять же, то есть я хочу быть этим человеком, или я хочу думать, что это мой человек. Я влюбилась, потому что мне нужно. Потому что я, например, одна, допустим, и так далее. Вот. Ну, мне кажется, что вот именно на эту тему вам нужно тоже поразмешно поразмешлять. Далее, значит, он работает в школе, куда ходят мои дети. То есть дети его знают. Я чувствую большое напряжение, когда он рядом, теряюсь, туплю, не зная, о чем говорить с ним. Моя уверенность куда-то испаряется. Так. Значит, смотрите. Если вы можете превышально спокойно общаться с другими мужчинами, а именно с этим человеком вы не можете этого делать, то получается что? Получается, скорее всего, сверх мотивация. То есть у вас сверх мотивация быть с ним. Потому что он идеально подходит, поправьте меня, если я ошибаюсь. Он идеально подходит вам под ваши запросы, например. Он идеально подходит под то, что вы хотите, по то, что вам нужно, по то, что вам интересно, по то, что вы чему стремитесь, под ваши желания. Понимаете, какая ситуация получается? Понимаете, как обстоят дела? Вот мне думается, что именно из-за сверх мотивации быть с ним, а также из-за того, что вы, по сути, не одна, конечно, нельзя сказать, что вы одна. Но можно сказать, что, например, вы разочаровались в других мужчинах. И это, конечно, играет определенную роль. То есть если вы разочаровались в мужчинах, например, то вот вам единственный представитель мужского пола, скажем так, который, который, в общем-то, удовлетворяет вас во всем. Ну или по большому счету вас. И естественно, что вы боитесь этого человека потерять. А почему боитесь? Почему боитесь его потерять? Потому что, скорее всего, не хотите быть одной. Именно отсутствие желания, именно нежелания, точнее, быть одной, движет вам. Отсюда ваше стеснение, настолько сильно. Отсюда ваших неуверенностей, отсюда напряжения и так далее. Это связано именно с тем, что вы, тем, как вы воспринимаете мужчину, этого мужчину. И теоретически, если бы у вас был еще кто-нибудь, если бы у вас был еще другой человек, ну, другой мужчина, вы бы уже не так сильно переживали бы. И, скорее всего, у вас не было бы такого напряжения. Опять же, почему? Потому что мотивация была бы меньше, а ее у вас много. У вас сверх мотивация. И сверх мотивация нужно рассредоточить, снизить немножечко ее, потому что она вас не считает. И вот, тогда у вас получится с мужчиной вести себя нормально. Так, значит, сверх товарища я не люблю. Почему не любит? Стараюсь вести себе, как всегда, естественно, но напряжение мешает. Кажется, он чувствует и суетит, как обычно растутит мое сердце, и ему тоже неловко становится. Ну да, мужчина, не то чтобы даже неловко, мужчина, он просто не уверен в себе, скорее всего. А мужчина, он просто тоже, как вы, вероятно, боится, может быть, или чувствует неуверенность в себе, в том, что он делает, в том, что он вам нравится и так далее. Ну и получается так, что вы два гипермотивированных человека, вы два гипермотивированных человека, нуждаетесь друг в друге. Но при этом не делайте шагов для того, чтобы быть вместе, потому что каждый из вас боится. Боится именно того, что потеряет другого из-за этого. Ну, из-за вот, из-за вот сверх мотивации. И, соответственно, я полагаю, что так может длиться, ну, так может длиться очень долго. Так может очень долго происходить, между вами такая полуигра, скажем так. Вот. Поэтому, поэтому я рекомендую, я рекомендую вам, я рекомендую вам, по-моему, почему этот человек для вас так важен. В чем его важность для вас? То есть понятно, что вы хотите быть мужчиной, это все понятно, безусловно. Ну, так. Хотеть быть мужчиной нужно через желание, через желание делать его счастливым. Вы понимаете? А не так, что вы боитесь его потерять. Значит. Думаю, он знает, что я не безразлично к нему отношусь, его это подогревает, но он тоже неуверен, неуверен, бывает рядом со мной. Причины не знаю. Может, может, ощущает то же самое, что и я. Может, просто боится налаживать близкий контакт ввиду обстоятельств. Ну, понимаете, даже если так, то сами обстоятельства вам, в принципе, можно поменять. То есть возьмите и найдите, куда детей можно пристроить. Найдите, с кем можно детей ваших оставить. Вот. И пригласите человека, значит, пригласите его посидеть где-нибудь, побыть где-нибудь с вами только. Ну, а как можно по-другому здесь? На мой взгляд, вот только так, на мой взгляд, можно. То есть вы говорите ввиду обстоятельств, вы говорите ввиду обстоятельств, так обстоятельства, что обстоятельства же можно изменить, если есть желание, если есть желание. Да, обстоятельства можно изменить. Ну вот, и попробуйте их изменить. Естественно, если вы не виделись никогда наедине друг с другом, он будет неуверенно себя чувствовать, и вы тоже, потому что вы друг друга практически не знаете. И зимбатия ваша вся устраивается на образности, то есть вы друг друга воспринимаете именно с позиции образа. Вот как образ у меня, вот как я человека восприняла, как я его увидела, так я о нем и думаю. Ну, согласитесь, что это, может быть, это и естественно, но для отношений этого очень мало. Это очень зыбкая основа для отношений, к сожалению. Далее, мой вопрос заключается в том, как научиться расслабленно, как выйти из зажатого состояния, как стать увереннее в присутствии мужчины, которые нравятся. Сверх мотивации, снижение сверх мотивации. То есть, это работа над собой, это работа над своими желаниями, это корректирование своего поведения так, чтобы оно было направлено на ваши желания, так, чтобы вы не связывали с этим мужчиной, например, свое будущее обязательно, например, свои желания обязательно, да, и так далее. Вот. Вопрос значения. Вот какое значение для вас имеет этот мужчина? Вот именно значение. Именно значение определяет вашу сверх мотивацию, сверх мотивацию с ним быть. А сверх мотивация, сверх мотивация, это такая вещь, такая поведенческая модель. При которой человек использует, ну, скажем так, использует не репродуктивные, не традиционные, нетипичные модели поведения для достижения своих целей. И из-за этого, именно из-за этого, у вас проблема. Вы сверх замотивированы на то, чтобы с этим мужчиной быть, потому что как же вы в него влюблены, и он единственный, да, так вот, что интересно, вы вначале же пишете о том, что вроде бы, ну, вы вначале пишете, что что вам, как бы, другие мужчины-то вроде бы, и неинтересно, вы пишете, что вам, другие мужчины-то вроде как, уже и не нужны. То есть вы, как бы, говорите, вначале, что мне надоело общение с такими мужчинами. И потом говорите сразу, почти без перехода, что сейчас я влюблена. И возникает вопрос, так, а вы влюблены в этого мужчину самостоятельно, или он для вас посытен последний шанс? Последний шанс, например, обрести свое счастье. Чтобы быть уверенной в себе, нужно, ну, что нужно, чтобы быть уверенной в себе? Чтобы быть уверенной в себе, нужно не бояться что-то потерять. Чтобы быть уверенной в себе, нужно не бояться, значит, что-то потерять, и нужно не быть зависимой от мужчины. В чем-то. Понимаете? Нужно не быть зависимой от мужчины в своих потребностях. Например, если вам нужна защита, обеспечьте ее по возможности самостоятельно. Если вам нужна поддержка, то же самое, обеспечьте ее самостоятельно, по возможности. Если вы боитесь одинаково, то, ну, здесь нужно работать над личностным ростом. Как раз-таки личностный рост, здесь именно личность более уместна. Если вам нужна надежность, то подумайте, как эту надежность можно организовать без мужчины. Понимаете, да? Чтобы вы не боялись его потерять. Чтобы он для вас не был сосредоточением того, чего вы хотите. Чтобы он для вас не был сосредоточением ваших желаний. Вот это, ну, это вот не является правильным. Когда так относятся к мужчинам. Ну, и вообще к людям. И если вы к этому придете, то я полагаю, что ситуация сразу изменится в лучшую сторону. Вы подчеркиваете себя всем уверенно. А что? Вы ничего не теряете. Вы ничего не теряете от того, что с ним или без него. Понимаете? Вы изначально независимы. А на данный момент, сейчас, независимы. И будучи изначально зависимы, вы, естественно, не можете с мужчиной взаимодействовать на рамках. Ну, а он, он не уверен в себе, и он видит, что вы не уверены в себе. Он тоже ведет себя не уверенно. Потому что, ну, потому что он не уверен в себе. Потому что он не готов, видимо, делать какие-то поступки для вас. Он не готов для вас что-то совершать. Он не готов рисковать. Понимаете? Вот. Дальше. Значит, я понимаю, что он меня не укусит, но своей сильной открытости боюсь его оттолкнуть. Ну, вот, давайте подумаем об этом. Значит, вы говорите про сильную открытость. Да? Про то, что вот я, значит, сильно открыто, и этой своей сильной открытости я боюсь человека оттолкнуть. Хорошо. Предположим, что вы надавили на себя. И предположим, что, ну, заставили себя, заставили себя не быть открыты. Ну, вот, просто предположим, что это вот так. Да? Вы способны будете полностью измениться? Вы способны будете полностью поменять себя? Я думаю, что ответ на этот вопрос нет. То есть, если вы открыто, если вы можете быть открытой, то, скорее всего, вы и будете открыты. Такой. Скорее всего, вы будете такой, постоянно, все время. Вряд ли вы станете другой. Правильно? И тогда можно говорить о чем? Что, рано или поздно, вы своего мужчину отдалите от себя. Рано или поздно, вы своего мужчину отдалите. Но только тогда вы будете уже, например, в браке с ним. Только тогда, например, вы будете с ним уже иметь что-то общее. И тогда расставание, например, ваше с ним будет, ну, куда более болезненным, скажем так. Куда более тяжелым и травматичным. Опять. Ну, вот и, собственно, вопрос. Имеет ли тогда смысл вам? Имеет ли тогда значение? Сейчас вы его оттолкнете, например? Или в другой раз? Вот что я хотел бы вам сказать. Понимаете? То есть, если вы такой открытый человек, ну так и действуйте так, как вы можете. Будьте собой. Не бойтесь проявить вот эту вот самую, свою открытость. Мужчина либо примет ее, либо нет. И если он ее не примет, значит, это не ваш человек. И это означает, что в браке с ним, ну, в дальнейших отношениях с ним, он бы вас не принял. Это ошибка думать, вот сейчас я побуду с ним такой, такой, сейчас я побуду с ним вот, ну, если я побуду с ним вот так, а потом я постепенно раскрою, и он меня примет. Нет. Это ошибочная позиция. Это ошибочная точка зрения. Другой человек либо сразу принимает вас, такой, какая вы есть, либо не принимает вообще, но нельзя рассчитывать, что он именно постепенно будет вас принимать. Так это не работает. Ну, к сожалению ли, к счастью ли, да, мы об этом сейчас говорить не будем. Просто это не работает. Так. И все. Это вот, пожалуй, единственное, что вам желательно сейчас понять, именно для себя. Вот. Далее. Далее. Значит, что вы пишите далее. Далее вы пишите, значит, так, он маятник, значит, то холодно, то тепло. Значит, всегда чувствую его состояние. Но это, у вас мужчина, он ведет себя как классический невротик, невротический тип, то есть, то вперед, то к вам, то назад. Это вот такой вот невротический тип по психоаналии. То есть, он хочет раскрыться, боится, открывается немного и сразу назад. Это действительно человек с серьезными проблемами. И что-то мне кажется, что совершенно не случайно, совершенно не случайно вы именно этого человека, ну, сделали своим мужчиной, да, то есть, ну, пока так условно скажем. Мне кажется, что совершенно не случайно вы это сделали. Вопрос только, опять же, в том, чем обусловлен ваш выбор. Вот вопрос какой. Потому что, ну, видите ли, вот у мужчины, у него явно есть свои серьезные проблемы. И, либо вы берете на себя эти проблемы. Понимаете, что вот с таким человеком, скорее всего, отношения выстраивать будет, ну, не то, что сложно, ну, хлопотно. И с человеком, который то, который то холоден, то наоборот, теплый, вам, открытому человеку, ну, будет тяжко. Плюс ко всему у него, значит, все-таки, ну, есть там определенные проблемы, да, какие-то проблемы у этого человека. И, соответственно, ну, и, соответственно, эти проблемы ему как-то вот нужно будет решать. Эти проблемы он будет решать, ну, может решать за ваш счет, опять же. И это не принесет ничего хорошего ни вам, ни вашим детям. Вот. Я вас не отговариваю от того, чтобы вы встречались, но просто подумайте, подумайте, готовы ли вы его принять таким. Потому что вы его сейчас идеализируете. Вы его идеализируете. Так же, как вы в некоторой степени демонизируете себя. Так вот, и постарайтесь подумать, подумайте, можно ли на этом расходить отношения. Ну, считается, что вы боитесь того, что он не примет вас, то есть уже ставится некую условность в отношениях. А и его вы вроде как тоже полностью не принимаете, потому что вам тяжело, тяжело, что он мает меня. И вопрос тогда, если вы знаете, что вы его можете отпугнуть, если его жирны характера вы воспринимаете через силу, так, может быть, это и не ваш человек совсем. Может быть, он не такой хороший, может быть, он вам не так сильно подходит. Вот о чем нужно подумать вам. Ну, на мой взгляд. Далее, сейчас я довольно теплый, действительно стараюсь наладить контакт. Нужно себя как-то проявить, мне сильно навязываясь и не показываясь всем своим видам и моим ощущающим, что я его хочу. Где золотая середина. Ну, если вы пытаетесь оставить контакт, просто вам нужно предложить где-то провести время чисто в ванной единии и все. Это вот и золотая середина. Значит так, если вы не знаете, как реагировать, то реагировать нужно спокойно. То есть, не воспринимать всерьез его холодность, не воспринимать всерьез его, значит, такое вот, отторжение, да. И делать скидку на то, что он вполне возможно, будучи, ну, вот, англичанином, да, будучи европейцем, у него своеобразная модель поведения. Своеобразная модель мужского поведения, которой вы, будучи русской женщиной, ну, можете просто напросто не быть готовы. Вот, какие методики могу попробовать на себе? Методики чего? Расслабление, это скорее работа с дыханием, техники МЛП и так далее. Вот. Есть техника отслеживания мыслей. Когда вы просто ненужные мысли берете и говорите, нет, это не моя мысль, мне она не нужна, и просто напросто ее отсеиваете. Есть техника, что вы стоите перед зеркалом и принимаете тот вид, такую позу, такая форма, значит, такую форму, ну, собирательную форму своего выражения, лица, своей позы, осанки и так далее, и так далее. Как вы принимаете? Чтобы вам, чтобы вы точно могли сказать, что это я, и я в себе уверен, например. Вот. И, собственно, такую позу вы, такой образ, такую модель своего внешнего вида вы будете демонстрировать, например, всем. Вот это вот, мне кажется, такие техники можно порекомендовать. Соответственно, техника дыхания, это в интернете, МЛП, это в соответствии с специалистами. Отслеживание мыслей, это тоже можно найти в интернете, это практика, практика. Но я бы рекомендовал вам все-таки ни то, ни другое, ни третье, а я рекомендовал бы вам вот уверенно в себе, своя собственная. Возможно, анализ последствий развода, и я бы рекомендовал вам снижение сверхмотивации для того, чтобы быть честным человеком. Развинение, как бы, этой сверхмотивации на то, что вы хотите для него, и то, что вы хотите для себя. И вот то, что вы хотите для себя, вам нужно удовлетворять самостоятельно. Что не так, мне кажется, сложно для вас, человека, который, ну, достаточно активный, в себе уверенный и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.